Здравствуйте, я Дама Светлана Касьян, сопрано, оперная певица. И сегодня я хотела бы вам рассказать о очень важной теме для каждого певца, это дыхание. Много лет у меня ушло только на то, чтобы натренировать мышцы, а должна быть задействована диафрагма. И как говорят итальянцы, добьямо аподжаре. Аподжаре это значит опирать, то есть представляя себе такой поршень, который мы должны очень низко опирать, он растягивается вот таким образом. И когда мы берем дыхание, мы представляем себе, что наш корпус это поршень, который идет вниз и вверх, при этом вот тогда звук будет проточный, свободный, и мы сможем петь огромные фразы на одном дыхании. Для начала разрабатываем дыхание вот таким образом, как я разрабатывала много лет, и сегодня я одела такой спортивный костюм, чтобы было максимально заметно. Он немного напоминает мне те пояса, которые я использовала еще и в студенческие годы, и первые 6 лет, наверное, работала с этими упражнениями, а далее уже подключая вокализы. То есть что мы делаем? Освобождаемся, во-первых, плечи должны быть опущены, ровный корпус, голова, чтобы показать вам работу, как грудная клетка должна расширяться. Когда мы берем дыхание, диафрагма, и как говорила Великая Елена Образцова, чем ниже мы дышим, тем здоровее у нас будет звук, наш голос, и у нас будет вокальное долголетие. Что касается грудной клетки, как мы все это разрабатываем, мы берем дыхание, у нас должна расширяться грудная клетка, берем носом, и потом плавно-плавно выдыхаем также носом, можно выдыхать ртом. Но представляя себе свечу, что перед вами стоит свеча, и пламя даже не должно колебаться. То есть такой плавный выход воздуха. Максимально медленно, еще медленнее, чем я сделала сейчас. То есть тогда будет натренировано длинное дыхание, на длинные фразы. Сейчас хочется многое вам показать, рассказать, я сама тороплюсь. Но чем длиннее будет натренировано это дыхание, тем лучше будут исполнены в дальнейшем фразы. А у нас есть много партий, и когда пожелание композитора было, это легата, одна единая фраза, длинная, которая очень сложно, особенно в спектаклях с мизансценами, исполнить на одном дыхании. А если у вас это будет натренировано, дирижеры будут счастливы. И многие нормальные музыкальные критики тоже. Попробую вам это все показать со спины, чтобы максимально это все было заметно. Кладу руки сюда. У нас должна быть задействована диафрагма. И учимся также расширять грудную клетку. Говорят у многих певиц, она расширяется с возрастом, со временем, когда мы так мощно используем грудную клетку, диафрагму. Так или иначе, она у нас становится шире, и это правда. Так, показываю снова это упражнение, только со спины. Теперь уберу руки, может они мешают, может быть. И снова покажу, как у меня раздвигается грудная клетка, и как я использую диафрагму. Ни в коем случае при этом не задирать плечи. Вот они здесь, грудная клетка. А выдыхать как можно дольше. Взять дыхание глубокое. И чем ниже вы его возьмете, тем лучше. Максимально низко. Это вокальное долголетие. И великая Елена Образцова не раз нам говорила молодым певцам на наших мастер-классах, и в Большом театре, в молодежной программе, где я обучалась, и другим ученикам также. За что, конечно, огромная благодарность. Еще раз демонстрирую спереди. Это очень-очень важно для каждого певца, особенно для начинающих артистов. Я могу сказать, что если натренировать это дыхание, оно поможет не только певцам, не только тем, кто хочет научиться владеть своим голосом, абсолютно всем. Когда я была беременна и ждала ребенка, врачи были поражены тому, как работают у меня и грудная клетка, и диафрагма, и мне это очень помогло в рождении моей доченьки. И далее, когда я серьезно заболела пневмонией, пульмонологи тоже были в шоке, потому что это здоровье, правильное дыхание, объем легких. Это все разрабатывается. Это и иммунитет, иммунная система. И работа органов дыхания, которая в целом помогает вашему организму. Поэтому эти упражнения могут пригодиться абсолютно всем. А также рекомендовала бы и педагогам, у которых большие нагрузки на голос, и всем тем, у кого вообще большие нагрузки на голос, у кого часто бывают болезни органов дыхания. Это лишним не будет никогда. То есть взяли глубокое дыхание, чем ниже, тем лучше. Расширилась у вас грудная клетка. Мужчинам полегче, у них мышцы эти все гораздо лучше нас, женщин, задействованы, подключаются. Нам приходится это все тренировать. Пока это все будет натренировано, на это может уйти определенное количество времени. И уже с этим поршнем, с этим столбом, диафрагмой, добьямо аподжаре, должны опирать. Опирать аподжаре. Итальянское слово, касающееся дыхания, которое всегда употреблял. Лучано Поворотти, Мансерат Кабале и другие замечательные, легендарные певцы школы Бель Канто. Аподжаре. Опирать. И чем ниже мы будем опирать, тем лучше. Попробую это со звуком вам изобразить. И что немаловажно, если у вас предстоит длинная фраза, огромная длинная фраза, вы должны брать дыхание чем ниже, тем лучше и большое дыхание. Вы можете, кому как удобно, кто-то может взять носом, кто-то ртом, кому как комфортнее. Ни в коем случае не зажиматься. Если фраза короткая, то нет надобности в таком глубоком, таком масштабном дыхании. Иначе это вам помешает. И вы должны распределять свои силы в зависимости от фразы, которую вам надо петь. Если это фраза на три ноты короткая, и можно, нужно даже взять дыхание, указанное композитором, то совершенно просто. И что касается стакката, это тоже все на дыхании. Пробежали так нечаянно до диез третьей октавы. Именно вот когда все в обтяжку, в таком почти корсетном варианте, мне кажется, ярче всего можно показать, как это все в процессе работы, как видоизменяется диафрагма, грудная клетка и как все это выглядит. В общем, бесконечные работы с дыханием. Советую всем, всем певцам. Можно брать такой пояс широкий. У меня был пояс широкий сейчас. У меня также широкий пояс на спортивном костюме, который тоже стягивает все на диафрагме и помогает не забыть о работе дыхания. То есть все стянуто, и ты понимаешь, что ты должен работать дыханием. Ни в коем случае никогда не забывать. Все упражнения, все начинать с дыхания, опускать плечи, ровная голова, диафрагма, аподжары. Чем ниже, тем лучше. Светлана Касьян. Здоровья вам вокального.